Ну что же, накануне дата была 11 сентября, прогремевшая в своё время по всему миру, и несмотря на то, что 10 лет прошло... 20 лет. Ой, боже мой, 20, да, у меня с математикой не всегда хорошо, хотя это не вопрос математики, а вечера, видимо. 20 лет, это очень много, прошло с той поры. Но огромное количество вопросов продолжают оставаться открытыми. Что это за вопросы, и почему они открыты? Предлагаем сегодня об этом поговорить. Совершенно верно. 20 лет, прекрасно, это достаточно длинный срок. Это срок, когда человек родился, пошёл в садик, пошёл в школу, закончил практически институт. За 20 лет очень многое изменилось, человечество изменилось, мы изменились очень сильно. Но вопросы остались. Очень большое количество вопросов осталось по 11 сентября. Огромное количество правозащитников, журналистов, выходцев из спецслужб задаются простым вопросом. А что же на самом деле произошло 11 сентября? Да, понятное объяснение. Мы помним всю эту картинку, передаваемую СНН. Но если мы поэтапно начинаем задаваться вопросы, то оказывается не всё так просто. Получается, что осенью 2002 года, когда прошёл практически год, была создана специальная комиссия в США под очень громким названием «Национальная комиссия по террористическим атакам на Соединённые Штаты». Данную комиссию возглавил бывший губернатор Нью-Джерси Томас Кин. В неё вошли в эту комиссию работники ЦРУ, ФБР, Министерство юстиции и практически всех спецслужб, имеющихся 17-ти на то время. Идея была очень проста. Сделать всё для того, чтобы не расследовать то, что произошло. А цель была совершенно другая. Защитить имя Буша-младшего. И нужно было сделать всё для того, чтобы данная комиссия отработала очень правильную фактуру. И тогда эта комиссия стала создавать определённую концепцию того, как происходило это нападение, какие факты бьются, не бьются, и что является настоящей финальной версией для прессы. Они именно не стесняются. Они говорят, что их задача была сформулировать настоящую версию для прессы. Только 22 июля 2004 года появляется отчёт в 585 страниц, в котором даётся чёткий, подробный отчёт, что произошло. Как была возможна эта катастрофа? Отчёт комиссии КИНа подтвердил, что все те версии, которые изначально выдвинуты были, о том, что террористы угнали 5 самолётов, что эти самолёты были направлены один на Пентагон, два из них были направлены на башню-близнецы, они были взяты за основу. Но на самом деле слишком много вопросов, которые проявляются потом. Огромное количество журналистских расследований привело к тому, что появилось огромное количество солидарных людей, которые начинают задаваться вопросом, а что же на самом деле произошло. Тогда в Америке появляется ряд движений. Первый из них – движение «За истину 9.11». Дальше – архитекторы и инженеры «За правду 9.11», пожарные «За правду 9.11», пилоты «За правду 9.11» и самая большая организация – патриоты, которые спрашивают о 9.11. Американцы очень любят задавать вопросы, а ещё больше они любят получать ответы. Так вот, самое крупное движение – это патриоты «За истину», они начинаются задавать вопросы. Каким образом произошло то, что произошло? Конгрессмены, сенаторы очень активно выступают против этих общественных организаций и считают и говорят так, что эти правозащитные организации сродни террористическим организациям и нужно сделать всё для того, чтобы их расследование, они остались исключительно частным мнением. Мур снимает фильм «За истинный 9.11», где он очень чётко показывает и непрозрачно намекает, что не совсем всё то правда, что на поверхности. Давайте начнём сначала. Самая простая вещь – это сотовый телефон. Нам рассказывают, что в то время, как были захвачены самолёты, были захвачены Боинги, практически с борта одного самолёта и другого две бортпроводницы. Бетти Унг и её коллега госпожа Мадлен Суини, они ввели практически трансляцию в прямом эфире. То есть они держали телефон ухо, и одна из них 23 минуты, а другая 25 минут рассказывала о том, что происходит на борту. Демонстрировали эти записи. Огромное количество американцев плакало, потому что прекрасно понимали, что это последние минуты, это тех девушек, которые говорят о всём том, что происходит. Но получается так, что факты, они всегда более жёсткие, чем та картинка, которую нам представляют. Когда авторы отчёта формировали его в 2004 году, они забыли об одних фактах. В 2001 году звонки сотового телефона с самолёта были физически невозможны. И дело не в том, что они звонили по закрытой какой-то системе, а просто если самолёт летит со скоростью более 700 км в час, то базовые станции сотовых операторов не способны поддержать связь. Ну просто это невозможно. Связь рвётся, и восстановить её невозможно, потому что есть задержка приветствия, которая составляет несколько секунд. Разговора не может получиться. Максимально возможная скорость на 2001 год, при котором можно было поддерживать разговор, это 150 км в час. Самолёт не мог лететь со скоростью 150 км в час. Это невозможно. Но тем не менее, только в 2004 году появляется огромное количество вопросов. И именно в 2004 году American Airlines официально презентует систему, которая позволяет разговаривать по сотовому телефону с борта самолёта. они даже не постеснялись этого. И вот тогда на ту презентацию, которая была проведена Quest Telecom и American Airlines, огромное количество журналистов задаётся вопросом, простите, если вы это сделали только сейчас, три года спустя, то как те бортпроводницы звонили в ФБР, в ЦРУ и разговаривали, и рассказывали, что происходит? Вы можете дать ответ? Ну, они так дали, конечно. Они сказали, что это были сверхъестественные возможности тех самолётов, которые позволяли им вести разговор. Другой факт, который тоже очень странный. Скорость. Официально комиссия Куйна проводит расследование, разговаривает о том, что существует рейс 175, который резался в Южную башню Всемирного торгового центра. Согласно отчёту, получается, что ровно с того момента, как самолёт взлетел из города Трентона до Нью-Йорка, ему нужно было пролететь всего 4 минуты. Самые простые вычисления показывают, что расстояние 85 километров, они пересекаются мгновенно. Но только одна проблема. Чтобы пролететь их за 4 минуты, самолёт должен лететь со скоростью 1200 километров в час. На то время это скорость звука. Ни один самолёт физически, особенно если говорить о том, что это Боинг, у которого потолочная скорость 915 километров, и то на высоте 12 километров, где более разряжённый воздух, что позволяет ему разгоняться на такой скорости, он не может развить такую скорость. А это означает, что кто-то не договаривает. Но это официальные выводы комиссии насчёт этих 4 минут и о том, каким образом они были перекрыты этим самолётом. Оказывается, что в действиях комиссии практически на каждом этапе существует определённая неточность. Журналисты очень внимательно стали изучать технические все характеристики, и оказывается, что комиссия, которая работала больше трёх лет, она работала крайне небрежно. Очень важная вещь, которая касается башень Близнецов. Вот здесь вопрос к страховщикам. Понимаете, в чём дело? Спецслужбы спецслужбами, но есть страховщики, они платят за это деньги. Страховщики прекрасно понимают, что башни Всемирного торгового центра, когда были построены, и когда их страховали эти башни, на них получили гарантию, что даже в том случае, если Боинг, самый современный на то время, 707, попадёт в середину здания, они устоят. И это есть в страховке компании. И да, есть эксперименты в меньшем масштабе, которые позволяли говорить об этом. И да, башни Близнецы Всемирного торгового центра были самые современные здания с точки зрения сейсмической устойчивости, пожаров, а также террористических атак. Предположим, одновременно в одну башню врезалось бы четыре самолёта. Тогда практически часть башни бы сложилась. Но никогда бы она не осыпалась вниз, в руины. И это тоже доказали страховщики, которые не очень-то хотели платить те деньги, которые их обязали выписать в случае форс-мажора или террористической атаки. Как интересно, то есть это тот самый момент, когда сами американские компании были заинтересованы в тщательном расследовании и доказали? Впервые доказали, да. Мэр Джулиани, к которому они пришли, сказали, господин мэр, есть проблемы, не бьётся ситуация. Мы привлекли огромное количество специалистов, которые доказывают, что данные башни не могли разрушиться и осыпаться. Данные башни должны были устоять. И то, что вы сейчас нам говорите, что это произошло у всех на глазах, каким образом это произошло? Начинается общественная дискуссия. Люди требуют, чтобы обязательно провели и расследовали, каким образом произошло это обрушение. Ведь всё очень логично, когда можно просто сослаться на некие законы физики, но оказывается, что законы физики работают иначе. Получается так, что собирается огромное количество архитекторов, самых топовых архитекторов мира, кто строит Дубай, кто строит Сингапур, строит Шанхай, строили в Гонконге все топовые высотки мира. Говорят, ребят, мы всё понимаем, вот всё круто, нам заплатили наше экспертное мнение, мы архитекторы, мы даём гарантию на каждый дом, и башня Близнецы не исключение. Да, мы подтверждаем, что они должны выдержать удар Боинга 707, да, в начале 70-х годов мы провели эти испытания. Лесли Робертсон, строитель этого здания, он просчитал досконально эффект от столкновения с Боингом. так система не работает. Такие же расчёты были практически по всем странам мира, где стоят небоскрёбы. И вот тут начинается как определённый ком, все архитекторы начинают говорить об одном и том же. Мы делаем небоскрёбы не для того, чтобы их можно было так легко уничтожить, потому что, во-первых, это огромнейшие деньги, это банковские деньги, это кредитные деньги, и, наконец, это просто бизнес. Если наши небоскрёбы можно будет дальше так разрушить, то какой-нибудь сумасшедший человек, не только из какой-то преступной организации, может навредить нашим небоскрёбам, скажем, в любой другой части мира. И вот тогда это уже вопрос чести, потому что архитекторы объединяются и начинают выставлять счета правительства Америки. И задаются простым вопросом. Вы можете принципиально показать, как это произошло? Почему практически 3000 человек погибло? Как произошло, что ни по каким законам физики, математики здания так не обрушатся, а у вас они рушатся? Ответа не было. Ответ был только один. Вы все ничего не знаете, ничего не стоите, все надо запретить. Выходит огромное количество книг, статей, которые посвящены 11 сентября. Приводится четкая статистика, приводится пошагово система защиты данных небоскребов. 17 октября 2004 года загорелся небоскреб в венесуэльском городе в Каракасе. Пожар вспыхнул на уровне 34 этажа и прогорело 26 этажей. Прям вообще совсем прогорело 26 этажей. Пожар продолжался 17 часов. Чудовищное разрушение. Перегородки все ушли. То есть прогорело все. Как вы думаете, что произошло? Что? Здание осталось нетронутым. Она стоит по сегодняшний день. Она не обрушилась. Но Рудорф и Джулиани, так и тогдашний президент Буш-младший сказали, что причиной обрушения двух зданий стал прежде всего не только удар самолета, а пожар. Что пожар заставил здание рухнуть? Я представляю уровень возмущения негодования простых среднестатистических американцев. Да. Понимаешь, вот есть простые факты, которые вот их крыть нечем. Как это происходит? И вот таких примеров собралось огромное количество. Конкретно небоскреб, парада, здесь взрыв, здесь еще что-то. С 75-го года собрали огромную статистику. Не бьется. Получается так, что здание А-47, это маленькое небольшое 47-этажное здание, которое просто рухнуло, оно, как сказали, рухнуло случайно. Это как? То есть оно устояло во время терактов, а потом насложилось и упало. Официальные отчеты американцев показывают, что обрушение произошло из-за ослабления несущей конструкции. Несмотря на то, что никакой самолет в это здание не попадал. То есть это просто рядом стоящее отдельное 47-этажное здание. Возникает вопрос, а что, она так сильно пострадала во время обрушения здания, поэтому она тут же так же рассела и рухнула? Непонятно. И знаете, очень много вещей. ФБР, ЦРУ, они сразу же начинают секретить все то, что касается с поиском пострадавших. Они секретят все то, что связано с демонтажом зданий. Они говорят, данное здание это место преступления. Мы их сейчас быстренько все вывезем, на это потратим годы, но никто не имеет права анализировать все те куски, которые остались от этого здания. И вывозились они их сразу на мельнице, где все это дробилось, перерабатывалось, чтобы не было никакой возможности посмотреть, что же произошло. Огромное количество вопросов возникает к Министерству обороны, к налоговой службе, потому что как раз получается так, что именно в 40-этажном небоскребе, который название носил Саламон Бразлс, находилось очень много офисов, как вы думаете, кого? ФБР, Министерство обороны и самое главное, там хранились данные практически всех крупных налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки. Крупнейший дата-центр находился именно в этом здании. А знаете, на кого бы самый большой блок находился? Никогда не поверил. Интересно. На компанию НРОН, которая потом практически поставит Америку на колени своим крушением. Вот потом, когда люди будут выходить на пенсию, время, 20 лет прошло, они будут рассказывать, что именно в этом 47-этажном здании находилось огромное количество настоящего компромата. Именно здесь находился письменный, а письменный, не цифровой архив контрразведки США. Получается так, что они вывезли туда письменный архив с какой-то целью. Там находился хранилищно и сейфовые комнаты, сейфовые комнаты, в котором находились документы о биржевых преступлениях, о преступлениях на фондовом рынке. Или попросту биржевого мошенничества. Но получается так, что в 17 часов 20 минут это здание обрушится полностью. И абсолютно все то, что будет в этом здании, будет похоронено. Никаких серверов, никаких учетных записей, практически все будет погребено. Магия? Да, наверное, магия. Я не хочу сейчас отвечать на какие-то вопросы, кто-то плохой или хороший. У меня очень много вопросов. Почему это так? Это все какое-то стечение обстоятельств. Почему когда изначально рухнули башни близнецы, никто не сообщил о том, что под угрозой находится рядом стоящее 47-этажное здание? Ни один человек? Попросту никто не предупредил о том, что оно находится в зоне опасности. Мы помним, это было в 10 часов, а третье здание рухнет в 17 00. Но система работает по-другому. Когда говорили о том, что рухнуло здание Саламон Бразерс, не говорили о теракте. CNN передали эту новость как просто. Здание рухнуло. А вследствие чего ни одна телекомпания, ни CNN, ни Факс, ни кто-либо еще не написали по причине чего она рухнула. Объяснили, что просто не выдержали несущие конструкции. Но если бы так, она бы рухнула сразу, его бы взрывной волной волной, то ли еще чем-то, она просто бы обрушилась. Получается так, что 11 сентября нам дает огромное количество все-таки вопросов. Террористы. Список террористов был опубликован Министерством юстиции. Сделано это было уже 14 сентября 2001 года. Согласно спискам ФБР, понятно, что Минюст является старшей организацией по отношению к ФБР, поэтому ФБР было руками, которые опубликовали данные, был создан официальный список из угонщиков. Но проблема в том, что все заявили о том, что все эти угонщики так или иначе имели четкое отношение к Саудовской Аравии. Но проблема в том, что представили практически все летные школы, которые они заканчивали, представили даже их отпечатки пальцев, показывали их работу в Айр-Марокко, показали, где они проходили подготовку, а также почему-то как-то невзначай пробросили, что все они являлись частью подготовленной команды летчиков-самоубийц. Почему? Сделаем здесь многоточие, прервемся и продолжим через несколько минут. Продолжаем разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран. Напомним наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте свои сообщения и ватсап вебер плюс 7903 176 363 сюда бесплатно можно писать и подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Вести ФМ Плюс» с латиницей в одно слово. Канал в телеграме Сергея Судакова называется по-русски «Судаков». Подпишитесь, пожалуйста, друзьям, поддержите Сергея, там всегда очень актуально и интересно и неожиданно то, чего мы не знали по поводу всего, что связано с Соединенными Штатами Америки и не только. Судаков еще раз повторю называется канал, а мой канал в телеграме называется «Шафран». Тоже буду признательна, если подпишетесь, друзья, и поддержите, потому что вместе мы сила. Мы остановились перед уходом на паузу, на интриги. Да, мы как раз говорили о том, что список из 19 пилотов, которые захватили самолеты, оказался очень специфическим. Сначала Центральное разведывательное управление ФБР представило данные списки как исчерпывающее доказательство того, что Саудовская Аравия виновата. Также они показали, что все эти люди проходили специальную подготовку, что они учились летать, что они имели определенное летное удостоверение. Но проходит буквально полтора года и начинаются абсолютно неожиданные вещи, скрываются фактам. Получается так, что шило в мешке не утаишь. Ну, конечно, утаишь, но не так надолго. Один из первых очень важных обвиняемых в Зил-Аль-Шахри вдруг оказывается живым. И оказывается не просто жив, но еще вполне упитан и здоров и работает пилотом. И никакого отношения к теракту не имеет. А отец его уважаемый дипломат, который представляет Саудовскую Аравию в Бомбии. Дальше. Абдул-Азиз Аль-Амари. человек, которого показывали фотографию на уровне с Бен-Ладеном и говорили, что это основной террорист. Оказывается, что вот он случайно потерял свой паспорт. Нашли его паспорт, обратилась в полицию, работает в телекомагиционной компании в Саудовской Аравии рядовым инженером, нормальный человек, законопослушный. А дальше больше. Оказывается, что Саид Аль-Гамади также человек, который не умер и не погиб, а он живой, здоровый пилот, который работает пилотом в Саудовской Аравии и на прекрасном счету в своих авиалиниях. И так практически по каждому из 19 террористов. Ахмед Аль-Нами, Салем Аль-Хамзи и так далее. Вот все, кого показывали вот этими строчками, кто захватил самолеты, это оказывается все живые люди. И Саудовская Аравия отчитывается и задает вопрос. Простите, пожалуйста, а кого вы показывали? А где те люди, которые реально угнали самолеты? Ведь все телекомпании мира показывали списки этих людей. Но вот они живые, приходите к нам, пообщайтесь с ними. В чем наша проблема? Но Соединенные Штаты Америки, а именно ФБР и Роберт Мюллер, тогдашний глава ФБР, он вообще делает сенсационное заявление. Понимаете, говорит, в чем дело? Мы установили, мы установили, кто был угонщиков самолетов. А следующая фраза вообще просто фантастическая, но есть сомнения относительно личности некоторых угонщиков. Мы всех установили, вот вдумайся, мы всех установили, глава ФБР говорит, но есть сомнения относительно личности некоторых угонщиков. Дальше фраза. Не существует никаких юридических доказательств, подтверждающих 100% личность угонщиков. Это фантастики. один человек, это директор ФБР. А в какой часть фразы надо верить? Мы установили личности всех угонщиков, мы сомневаемся, они ли это были? И да, у нас не существует никаких 100% юридических доказательств, подтверждающих личность угонщиков. Ну, это, видимо, начало той самой новой реальности, в которую мы стремительно погружаемся, потому что на самом-то деле звучит довольно привычно, если быть честными. Мы уже привели к тому, что нам говорят чёрное и буквально через несколько дней белое. И это всё уживается в рамках буквально там нескольких недель, а может быть даже и одной. Нет, мне кажется, да, ты права. Знаешь, мне такое ощущение, что нам говорят, ты говоришь, чёрное, говорят, всё-таки в крапинку, зебра, зебра пурпурная, точная, зелёная. Мы же об этом и говорили. Или даже так. Ну, вообще, это чёрное, но в принципе белое. Да. Общая формула вообще для очень многих политиков и чиновников. Да, ты понимаешь, мы как-то смеялись по поводу highly likely, высокой доли вероятности. А вы понимаете, что вот highly likely и эта высокая доля вероятности это стало целой политикой, целой доктриной. Или даже это искусство чтения новостей. Да, Когда тебе говорят одно, и ты понимаешь, что читать надо следует ровно на 180 градусов наоборот. Да. Дальше, да, абсолютно. Дальше простой вопрос. А в Афганистан за что начали помбить? Почему Америка пошла в Афганистан? Понятно, пузырёк с тем, что там есть колоссальные запасы хим и биооружия, о которых нам сообщили глава тогдашнего Пентагона и заставил Америку войти в иракскую компанию? А в Афганистане чего забыли? Что вы забыли в Афганистане? Вы только пришли на 20 лет. Вы сейчас оттуда вышли. А всё же очень просто. В течение нескольких дней сразу после крушения небоскрёбов, а это отдельная история всех небоскрёбов, вот отдельная небольшая заметка. Пентагон, на которую был направлен ещё один Боинг, представляешь, как надо было, какое искусство пилотов, ассоциация пилотов Америки не смогла доказать и смоделировать, каким образом огромнейший Боинг надо было опустить до бреющего полёта, я сейчас, я не пилот, простите меня, если я говорю неправильно, чтобы на высоте 20 метров протаранить здание Пентагона, и да, протаранить именно ту часть Пентагона, этого Пентакла, которая находилась в ремонте, и там не было ни одного человека, почему не просто вот не уронить его, лётчики все говорят, гораздо легче было его просто вот шлёпнуть и уронить прямо на весь Пентагон, тем и защриться и пытаться как бы улавкой попасть именно в это крыло, бог с ним, каким образом произошло то, что практически ни одни останки не могли найти этого самолёта, который упал на Пентагон, и да, почему, когда разные телекомпании мира пытались масштабировать, какого размера было отверстие в Пентагоне, куда вошла носовая часть самолёта, почему никто из них не смог доказать, что отверстие входное было гораздо меньше, чем сама тушка самолёта, ну, так бывает, наверное, и он каким-то образом мог туда пройти, а единственное, что осталось от самолёта, это пару турбин, потому что всё остальное пропало, ну, тоже так бывает, другие товарищи, это произойдёт уже через 10 лет, активно, американские политики, я сейчас говорю, исключительно об открытых источниках, они говорят, да, выстрел, да, этот был из ракеты, которая вошла туда, да, всё это было сделано, и огромное количество доказательств, баллистов, всех, кто просто из ассоциации ветеранов, просто показали, на пальцах разобрали, как произошло с Пентагоном, не бывает такого, нет такого пилота-аса, который может вот в загруженной Вирджинии, в Арлингтоне, вот так вот пролететь, не сбив ещё что-нибудь, ну, места просто не хватит, ну, физически не хватит места, очень много ляпов, вот посмотрите, мы вот только сейчас в начале пути, а мы уже нашли миллион ляпов, другое очень важное заявление, во всём виноват Усама Бен Ладен, террорист номер один, оказывается, что 14 декабря 2001 года, находясь в своём доме, в Джалалабаде, он записал обращение, здесь делаем паузу, продолжим через мгновение, Вести ФМ Что же за обращение он записал? Да, видеозапись, кассета, на которой появляется признание Усама Бен Ладена у датьюрема 14 декабря 2001 года, который нашли в доме, где скрывался террорист номер один, в основе этой записи рассказ о том, что это он является, берёт на себя ответственность за те теракты, которые произошли в Соединённых Штатах Америки. Запись показывают публично, начинают разбирать практически досконально эту запись, запись чудовищно плохого качества. И вот тогда уже бывшие сотрудники ФБР, которые находились на пенсии, они задаются вопросом, почему-то террорист номер один не похож на себя, очень сильно не похож, очень сильно не понравилось то, что на руке террориста номер один был хороший золотой перстень. Возникает вопрос, все знали, что этот террорист никогда не носит никакую ювелирку на себе, он считает, что он перед Всевышним не имеет права носить никакие украшения, он их не носит попросту. И тогда же задаётся вопрос, это ошибка либо самонадеянность. Идём дальше, начинают сличать примерно зрачковое расстояние, даже при том, что плохая запись была, не бьются записи. Вот то, кого они называли террористом номер один, и вот то, что они показывают. Зрачковое расстояние разное, симметрия костей черепа разная, внешнее сходство есть. Тогда официально звучит версия о том, что это некий двойник. террориста номер один, который записывает это всё по рекомендации террориста номер один. Хорошо, проходит время. 29 марта 2006 года Дик Ченни или Ричард Ченни даёт огромное интервью как раз о том, что произошло 11 сентября. Дословно он произносит следующее. Соединённые Штаты Америки, и я лично никогда не утверждал, что Усамом Бен Ладен каким-то образом имеет отношение к соблюдениям 11 сентября. У нас никогда не было стопроцентных доказательств в этом. Мы полагали, что это именно он. Круто. Просто круто. А так какую-то страну разменяли Афганистан. Просто организовали там тюрьмы в Баграме, свозили туда людей. Сегодня только рассекретили самую законспирированную тюрьму, который находился именно в Баграме. Где по 600 человек содержали, пытали всевозможным образом, топили, током пили, прожектора включали. А самое главное, что было в этой тюрьме, что примерно через 9 месяцев, когда там находился человек, мы приходили и объясняли, почему он здесь. если выживал. Система работает совершенно иначе. Официальный отчет комиссии Кина пытался каким-то образом опровергнуть все то, что происходило. Они говорят, все ошибаются, но мы создали самую хорошую модель. И вообще фраза, которая меня очень сильно удивила господина Кина, когда он сказал, когда мы собираем факты, для того, чтобы вам легче было воспринимать эти факты, мы применили немножко творчества. Это как? Сергей, честно говоря, это обескураживает. Применили немного творчества, художественного творчества. Да, чтобы вам легче было это понять. Ты понимаешь? Я прошу прощения, художественное творчество, когда мы наблюдаем, там присутствует вымысел. Это имеется в виду? Да, да. Вот получается, когда человек такого уровня говорит эти вещи, то как-то это удивляет. Ну, опять же, он говорит, это же мы делаем для прессы, а есть для нас, но есть тот засекреченные материалы, которые мы не можем вам отдать, потому что это секрет. Огромное количество правозащитных организаций Америки задает вопрос, зачем вы уничтожили все улики? Почему все стержни, которые находились, сделаны были из высоко легированной стали, все они были расплавлены? Как? Такое ощущение, что была взрывчатка, и горели термиты. Ну, другого объяснения нет. Ну, просто невозможно расплавить вот огромные канаты, которые толщиной, там, практически хорошее дерево, которое практически как скелет пронизывает все это здание. Они не намертво делают, это как, представляете, такие толстенные троса. Почему-то там есть следы магния. Да, говорят, следы магния появилось от разрушенного самолета, горевшего магния. Очень много нестыковок. А самое главное, что получается, что Блумберг, который приходит на смену Рудольфа Джулиани, дает команду в самом засекреченном формате вывести практически там все эти 185 тысяч тонн, в самые короткие сроки, вывести, уничтожить и переплавить. Получается, что зачем они это делают? А кто все это вывозит, кто это плавит? Не американцы. И не американцы берут это на плавильные заводы, чтобы никто образцы не взял. Это все отправляется в Китай, в Шанхай. Вот все эти здания, которые разобрали, их продали в Шанхай. Потому что шанхайская строительная группа стальная, они сразу же купили 50 тысяч тонн стали из этого здания. Прямо на месте сказали по 120 долларов за тонну мы вот все забираем. И Америка недолго не думая, у них же своих производства нету, надо же поддержать Китай было, они все отдают шанхайской компании. Почему? Почему так демпингуют? Почему так дешево отдают? То есть огромное количество вопросов. Огромные вопросы к Майку Блумбергу, огромные вопросы к Рудольфу Джулиане. А очень простые вопросы. Вы могли бы когда-нибудь создать настоящую комиссию и показать, что же было на самом целая группа компании, которая вывозила огромное количество отходов оттуда. В их ряды проявляется естественно огромное количество журналистов пронырливых, которые устраиваются на работу туда, чтобы вывозить это все. Они начинают собирать определенные части и элементы, которым им объяснили, что им конкретно нужно искать. Тут же их арестовывают, их массово сажают, и все сажают в спецтюрьму, потому что они что-то пытались сделать не так, как надо. Начиная с 26 сентября 2001 года Рудольф Джулиани навсегда запретил какие-либо съемки тех руин, которые остались от башен Близнецов с очень жесточайшим преследованием. Кроме этого происходит вторжение в Афганистан, чудовищная война, чудовищное количество денег, которые закачиваются на поддержание этой войны. В Америке существует всегда несколько тип крупнейших лобби, лоббистских групп. Это лобби, связанное с продажей оружия, и это военное лобби, которое лоббирует войну. Получается, что огромное количество денег зарабатывается посредниками на той войне, которая проходит в Афганистане. Абсолютно непонятно, каким образом Соединенные Штаты Америки пытаются окупить эти огромнейшие затраты. ЦРУ получает полномочия после терактов просто феноменальные. То есть, они могут делать абсолютно все, что угодно, потому что тот патриотический акт, который был подписан, он развязывает руки. Можете заходить, как есть такой классический термин у спецслужб, в любой адрес. У вас нет закрытых адресов. Это может быть дом конгрессмена, сенатора. Если вы считаете, что они причастны к террористической деятельности, то неприкасаемых нет. Полномочия, которые получают спецслужбы, которые получают ФБР, полиция, а не просто фантастические. Получался так, что патриотический акт, он не просто защищал американцев, а он раз и навсегда уничтожил ту Америку, которая была построена на так называемом либерализме и демократии. Потому как любого человека можно было арестовать, задержать, а потом попросту извиниться. Sorry. Любого человека, прилетевшего в Америку, можно было арестовать. И да, не забывайте одну простую вещь, что американцы с 2001 года очень четко пояснили, мы вам выдаем визу на въезд в Америку, но въезд в вашу страну разрешает исключительно визовый офицер, либо под его видом работник спецслужб, который встречает вас, когда вы идете получать свой багаж, даете свой паспорт, он задает вам вопросы, ваше место работы, цель вашей поездки, вроде бы все это простые вопросы, но именно в этот момент на вас смотрит камера, которая распознает всю вашу мелкую моторику, вашего лица, он тут же подает сигнал, врете вы или нет, и да, вот на этом этапе крошечного собеседования, то, как он смотрит на вас в монитор, он принимает решение, пускать вас в страну или не пускать, и да, именно патриотический акт позволил любого человека, даже иностранного, просто арестовать на неопределенный срок, а потом уже придумать за что. Это страна, где демократия, права человека превыше всего. Именно в этой стране возможно ограничить свободу слова, потому что именно патриотический акт говорил о простых вещах. Те СМИ, которые пытаются бороться с нами, они вне закона. Те СМИ, которые говорят плохо о нас, за пределами нашей страны, это наши враги. Надо любой ценой вводить цензуру, потому что цензура это неплохо, цензура это то, что защищает наших граждан. Дальше уже будет другая история. 20 марта 2003 года начнутся бомбардировки Ирака. Это совсем, совсем другая история, о которой мы тоже поговорим, и тоже большая фейковая история. Сергей Судаков, Иоанна Шафрана, Тайна разведки. До встречи, друзья, ровно через неделю в это же время, в этом же месяце. До новых встреч, спасибо.